Детская краевая клиническая больница 6 июня 2014 года Хирург Виктор Тараканов проводит экстренную операцию На столе трехлетний Тимур Врачам нужно извлечь из тела мальчика металлическую арматуру Задача сложная Все надо сделать быстро и аккуратно Не задев крупные сосуды и внутренние органы ребенка Операция продлится 4 часа И еще две недели Тимур проведет в реанимации В искусственной коме на грани жизни и смерти За год до этого папа наш видел сон, что он с окна выпал Ну, слава Богу, миновало, но время прошло Слава Богу, невещий сон Но сон оказался вещем Сбылся он 6 июня Заведующий реанимацией Говорит, речь не идет о длительности выздоровления Речь идет о жизни и смерти вашего ребенка И вот эти слова я весь день потом... Бог все видит Слава Богу, ушел Тимур рос обычным ребенком Как все мальчики в его возрасте Мечтал стать супергероем Я бы превратился в человека-паука Вообще бы всех злодеев замотал бы Он не проблемный ребенок был Абсолютно послушный Так что мама справлялась полностью И промежуток где-то часа два он с бабушкой оставался Вот я уходила на работу, он еще спал Вот как раз папа приезжал часов в девять где-то Он с ночной приезжал, чтобы... Ну все равно он хоть и спит, но дремлет Но все равно под контролем как бы Этот день начался как обычно Зарема и Алексей ушли на работу Бабушка с внуком дома За час до возвращения Алексея в дверь постучали Соседка пришла сказать Таисе Османовне, что принесли пенсию Бабушка спустилась во двор всего на пару минут Для всей семьи они стали роковыми Пока я жива буду, я не свободу этот день Я не знаю, что и пока будут последние выставки Я не знаю События развивались стремительно Тимур побежал за бабушкой, но не смог открыть тяжелую дверь Тогда он бросился к окну Влез на стул, потом на подоконник Выглянул в окно Вдруг очутился на самом краю и не удержался Он упал со второго этажа прямо на металлическую арматуру Двухметровый железный пруд пронзил ребенка насквозь Захожу, кричу, Тимур, 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 его нету Он же висит уже на заборе Тимур висел вниз головой Соседи звонили в скорую, кто-то принес болгарку Придерживая тело мальчика, мужчины снизу отрезали штырь Приехавшая скорая увезла ребенка в детскую клиническую больницу Сквозное проникающее торако-абдоминальное ранение Травматический разрыв передней брюшной стенки Эвентрация петель тонкой кишки Подкожная эмфизема правой половины туловища Травматический шок третьей степени Как я позвоню, как я скажу? Какими словами-то я смогу сказать? В первом обеде узнал отец Тимура Он помчался к жене Я говорю, как упал? Ну, понимаете, да, мысли сразу Я говорю, если в больницу повезли, значит, не просто упал Алексей так и не смог рассказать Зареме, что случилось с сыном Узнала она об этом только в больнице Тимура доставили в больницу меньше, чем за час В это время детский хирург Виктор Тараканов находился на плановой операции В операционную пришли и сказали, что поступил ребенок Поступил он где-то в районе 11 часов Поэтому мне пришлось передать ассистентам А самому пойти посмотреть, что же там все-таки случилось с ребенком Ну, когда вошел в операционную, то, в общем-то, увидел кусок арматуры На который ребенок, в общем-то, был нанизан Получилось так, что эта арматурина прошла через грудную клетку Через брюшную полость И вышла чуть ниже пупка Там разорванная была рана Осмотрев ребенка, врачи поняли, что мальчику очень повезло Каким-то чудом арматура прошла насквозь, задев только мягкие ткани Ребенку повезло Если бы он, собственно говоря, порвал тон, чем лежал вот этот вот штифт То есть аорта, крупный сосуд легочный, брюшной сосуд, нижний пол То его могли бы не довезти просто до клиники Но медлить все равно было нельзя С тактикой операции определились буквально за минуты Мы видели, откуда входят арматуры Мы видели, что она лежит на крупных сосудах Это позволило нам, когда убирали эту арматурину То мы предохранили крупные сосуды Потому что при удалении можно было бы сделать ребенку очень больно и плохо На операционном столе хирурги очень осторожно Начали извлекать железный штырь из тела мальчика Мы сделали рентгеновский снимок Определились с легкими Очень быстро отпилили конец болгарки Которая входила в сверху область шеи Затем расширили разрез на брюшной стенке Чуть ниже пупка И вот когда мы определились уже Да, пошли на операцию То есть почистили брюшную полость Затем задренировали все места И вот эта арматурина, она, собственно говоря, выходила из-под диафрагмы Грудную клетку врачи осмотрели с помощью специального оборудования На первый, профессиональный взгляд, операция прошла успешно С внутренними органами и крупными сосудами все оказалось в порядке Но оставалась еще одна опасность для жизни ребенка У него могло произойти заражение крови Виноград как подвязывают, простите меня Виноград проволокой Она ржавая Конечно, опасения были Поэтому, разумеется, все было под прикрытием Мы вычистили Кавитировали ультразвуком Родевые поверхности Для того, чтобы, собственно говоря, уничтожить Попытаться, так сказать, все там микробы, которые были После этого Тимура перевели в реанимацию И погрузили в искусственную кому Первые три дня оказались самыми тяжелыми Ребенок находился на грани жизни и смерти Угроза заражения крови сохранялась И меня интуиция позволила, что нельзя уходить, оставлять С реанимации нельзя уйти Потому что, как бы, я не знаю, может связь какая-то там Вот, как будто ты держишь эту жизнь, чтобы она не ушла Через две недели после операции Тимур пришел в себя Он нас, когда первый раз увидел Когда его уже в себя пришел Ну как? И вот Вообще Хочет это самое Потрогать, а его руки не сушить Мы же его колыбисали на 18-й сутки Там на контрольной рентгенограмме Там же легкая расправилась полностью Воздуха нигде нет Все на месте И никаких последствий для его дальнейшей жизни Не должно просто быть Через три недели мальчика выписали из больницы Сейчас о полете из окна и сложнейшей операции Напоминают только шрамы Он все помнит Просто поначалу Ему страшно было А сейчас со временем Он может в шуточной форме это рассказать Как бы игра Ну, может, вот недавно он вообще в третьем лице Как будто мальчик падал Страха высоты у Тимура нет Он не боится выглядывать в окно И родители не запрещают ему это делать Невозможно оградить Потому что сейчас, если будешь вот так вот больше опекать Ну, как бы комнатный ребенок И потом в будущем Трудно будет приспосабливаться Страх есть, естественно Он всегда присутствует В семье скоро будет еще один ребенок Зарема сейчас в декрете И почти все время проводит с сыном Благодарю вообще Даже не знаю, насколько Что вот так обошлось все Слава Богу Вот то, что многие там Вот может посредствия Там шрам не красит Ну, что, что этот шрам Главное, что он жег Могло быть хуже Сегодня они снова всей семьей Идут по знакомым дорожкам Детской клинической больницы Как тогда, в день выписки Они хотят еще раз поблагодарить врачей За спасение сына Сын, мы сейчас знаешь, куда идем? Мы в больничку пойдем Где на третьем этаже с тобой лежали Просто в гости придем О, Тимур пришел В гости А? Тимур Давай ручку Здорово, Семя Тебя что-то не узнать Ты что, вырос что ли? Да Да У меня к тебе маленькая просьба Покажи свой животик Ну, вот Ну, ты подтяни Я подержу, зяка Дай А то я его видел совсем другим Спасибо вам Спасибо вам Спасибо вам Спасибо, Лёночка Ну? Правда, мне такой Литарный тратник Последний А я вот очень Одушевая Болина Сознавая то, что могло быть Вообще Могло быть Могло быть Ну, давайте думать о лучшем Субтитры подогнал «Симон»